Друзья, всем добрый день, на связи Денис Телегин. Сегодня я расскажу о том, какой перфоратор лучше выбрать. Так как мы профессионально занимаемся ремонтом квартир, то перфоратор это наиболее востребованный вид инструмента. Им можно выполнять сразу несколько работ. Ну, во-первых, перфоратором можно сверлить отверстие в бетоне, его можно использовать как отбойный молоток для того, чтобы сделать штрабу под электрику или под сантехнику, и его можно использовать как миксер, чтобы замешивать, скажем, шпатлевку или штукатурку. Я даже видел, как перфоратором замешивают пескобетон, делая стяжки пола. На сегодня есть очень большое количество разных фирм и компаний, которые выпускают электроинструменты, начиная от каких-то именитых брендов и кончая малоизвестными фирмами, которые выпускают достаточно сомнительный инструмент сомнительного качества. Перфоратор – это инструмент, который выполняет достаточно тяжелую работу, он сильно греется, поэтому лучше, чтобы перфоратор был профессиональный, дорогой и качественный. Мы за свою работу пользовались разными брендами. В основном это было Makita, Bosch, DeWalt и Metabo. И вот из этих всех марок мне больше всего нравится Makita. То есть эти перфораторы у нас живут дольше всех, работая в очень тяжелых условиях. Вот этим перфоратором фирмы Makita мы работаем более пяти лет. Это самая распространенная модель 2450. На сегодня она уже снята с производства, выпускается обновленная модель 2470. Перфоратор работает в трех режимах – это удар, как у отбойного молотка, сверление с ударом и просто сверление. Это инструмент уже китайской сборки. У нас есть более ранние образцы, которым более 10 лет, они чисто японской сборки. Но эта сборка уже Китай. И практически весь инструмент фирмы Makita сейчас идет к китайской сборке. Но, несмотря на это, инструмент достаточно хорошего качества. Чем хороша именно эта модель? Во-первых, перфоратор достаточно компактный, поэтому им легко работать на высоте. К примеру, в тех случаях, если мы на потолке делаем каркас под гипсокартон. Перфоратор достаточно мощный. Как я уже сказал, у него есть три режима. Режим удара, как у отбойного молотка, и мы часто используем его, когда штробим какие-то штробы, скажем, в гипсе, в кирпиче или сбиваем старую плитку. Для более тяжелых целей есть у нас профессиональный отбойный молоток, но работать им достаточно сложно, потому что он тяжелый. Этот же перфоратор имеет хорошую силу удара и при этом достаточно легкий. Также у этого перфоратора есть еще одна очень полезная функция – это обратный реверс. Переключатель находится прямо под кнопкой. Переключать его достаточно удобно. Тем же пальцем, чем мы включаем кнопку. Это очень удобно, когда, к примеру, бур у нас застрял в бетоне. Мы включаем обратный реверс и выкручиваем бур. Следует помнить, что вставляя сюда бур, пику или лопатку, его необходимо смазывать специальной смазкой. В противном случае у нас вот этот механизм ударный может заклинить. Кстати, у нас есть подобный перфоратор, ему уже более 8 лет и последние полтора года он работает у нас как обыкновенный миксер. Но несмотря на то, что перфоратор и Makita обладают неимоверной феноменальной живучестью, все равно это инструмент. И рано или поздно он ломается. И здесь очень важно ремонтировать эти инструменты только в профессиональных мастерских, то есть те, которые занимаются гарантийным ремонтом Makita. Там поставят оригинальные детали и там работают профессиональные мастера, которые дают гарантию. Где-то давно, лет 10 назад, у меня был печальный случай, когда я ремонтировал Makita в мастерской, которая занимается ремонтом бытовой техники и электроинструмента любой марки. Перфоратор после ремонта проработал не более трех месяцев. Поэтому после этого я ремонтирую Makita только в профессиональных мастерских. Ну и в завершении, друзья, скажу, что на сегодня на рынке очень большое количество дешевых китайских подделок. И в основном подделывают электроинструмент фирмы Bosch и Makita. Впервые с поддельным перфоратором Makita мне пришлось столкнуться лет 15 назад. То есть уже даже в то время были эти подделки. После того, как этот перфоратор сгорел после трех недель работы, я отнес его в мастерскую, где мне сказали, что этот перфоратор никакого отношения к Makita не имеет. После этого я покупаю перфоратор только в проверенных местах. В следующем видео я обязательно расскажу о том, чем оригинальный перфоратор отличается от дешевой китайской подделки. Ну а на этом все. Смотрите мои другие ролики и подписывайтесь на мой канал. Продолжение следует...